Здравствуйте, дорогие автолюбители! Сегодня наконец-то займемся настроечкой уже этого двигателя уже не очень новособранного он проехал где-то 2000 км но как бы все это время ездил не на совсем такой правильной смеси, как мне кажется то есть на верхах он немножечко подзатыкался и на холодную ехал не так бы хотелось мог немножко там чикать в общем, сейчас хочется уже довести вот эту конфигурацию, которая сейчас она практически стоковая то есть, кто следил за моим каналом кто знает, что тут какие манипуляции с этим двигателем проводились тот как бы в курсе, что в принципе ничего здесь такого вот сверх каких-то доработок каких-то там улучшений нестандартных запчастей здесь в принципе доведено стандартное железо а вот из того, что там нестандартное это вазовские пружины ну, карбюратор, соль, зажигание электронное ну, как бы такое а вес это я не считаю какими-то изменениями в двигателе поэтому хочется сейчас довести вот то, что есть до такого, ну, максимум посмотрите, что способен сейчас я сам пробую твердку в принципе лейтузамовский мотор без каких-то существенных а после того, как мы доведем вот то, что есть до такого, ну, когда я посчитаю что-то максимум что уже больше нельзя тут ничего выдавить там у меня есть один сюрпризик такой интересный так что обязательно подписывайтесь на мой канал скоро будет, ну, очень весело я надеюсь, что у меня хватит на это время и я совершу то, что задумано так что так, это я, кстати, первую камеру выкручиваю мы ее обратно закрутим то есть это по непонятным причинам ее начал крутить так, сейчас мы займемся второй потому что во второй, как мне кажется идет нехватка топлива потому что раньше вот ну, как она ехала как-то до 90 на второй передаче крутилась ну, это такой вот режим когда кого-то там дернуть например, со светофора да, первая там 50 вторая 90 ну, и ушел от большинства таких овощевозов я не говорю, что там с какими-то уже можно серьезными конкурентами но обычные всякие там ланосы, киа рио то есть все вот эти там более-менее стильные старые намарочки типа удюх там они как бы, ну, остаются сзади вот эти две передачи выстреливаешь дальше, конечно, что-то сложное она идет, потому что коробка у меня сейчас хоть и новая но она что-то мне не нравится как-то синхронизаторы у нее работают как-то уж они долго ну, не долго а переключение с второй на третью ну, совсем какое-то не такое как нужно поэтому этим тоже надо будет еще заняться потому что так я прикинул что на каждое переключение тратится, ну, где-то секунда-полторы а это, ну, никак не дело в наших-то в наших-то условиях так, сейчас я все-таки достану уже клюр первой камеры посмотрим, чтобы он видите, как я оп без всяких там доставалок, тыкалок чтобы тут все было чистенько и завернем обратно сразу же да, тут все без вопросов так, возвращаем его обратно первую камеру трогать мы не будем она работает сейчас нормально без всяких там нареканий плавный переход с холостых на рабочие обороты то есть переходная система нормально работает вообще на первой камере то есть там едет все хорошо все нормально а вот, конечно, максимум максимуму мне что-то не хватает ну, что мы сейчас делаем берем этот жиклер тут у нас написано 107,5 я уже не помню там, кто хорошо следит за моим каналом должен был видеть видео где это все настраивалось вот, на вот этой вот штуке кто не в курсе что это такое это инструмент для провивки жиклеров сейчас вкратце расскажу о нем значит, бачок он же ресивер он же резервуар в котором, значит, наливается в который наливается вода наливается таким образом что средний уровень воды во время проливки испытания жиклера составлял 1 метр от зеркала воды до самого жиклера значит, тут нет такой системы доливки, которая держит постоянно один уровень воды но она и не слишком-то и надо потому что наливаем чуть-чуть больше метра так с расчетом что там 200 или 400 миллилитров вытечет сколько вы там на какой пролив вы рассчитываете и в конце эксперимента чуть-чуть ниже метра то есть, какое-то среднее значение вы получаете и точность вполне достаточная для настройки двигателя потом трубочка в которую обычная ПВХ труба в которую вставляется вот так жиклерчик плотненько ну, пока не сделал для озоновских жиклеров которые там на резьбе такой вот пока можно вот эти 5 миллиметров соликовские жиклеры обычные и мензурка мензурка размечена на 200 и на 400 миллилитров ну, мензурка банка обычная и дальше у нас следующий момент это табличка это у нас время в секундах это секунды за которое набегает точнее вот секунды за которые должен набежать 200 миллилитров жиклер там 95 97 соточка вот соточка набегает чуть больше минуты 102 набегает там 63 секунды ну, соответственно так дальше пошли и для большей точности можно проливать и на 200 миллилитров и на 400 миллилитров то есть, соответственно 95-й жиклер будет набегать не 74 секунды а 149 просто для более крупных жиклеров вот, например когда вот уже идет за 120-130 уже 38 секунд там как бы отмерить точно сложно можно немножко пропустить когда налилось 200 миллилитров правильно и будет у вас неточность поэтому лучше мерить большие жиклеры на большем объеме воды так это мы заливаем заправляем против света плохо видно но сейчас так, немножко выше метки под конец эксперимента у нас брила немножко меньше идет так сейчас на перчатке чтобы не мочить значит банка сухая стравливаем воздух чтобы не было все должно быть только вода секундомер и стартуем все пошло еще важный момент ставим опору для стравлив банка на плоскость нормальную чтобы уровень в виде ну как бы без перекосов потому что с одной стороны может дойти как бы до метки а с другой стороны не дошло до метки но здесь как ни странно здесь более-менее нормально на пороге гаража относительно ровный так время пошло что у нас там 23 секунды будем мерить на 400 миллилитров я думаю так хотя 107 по-моему там же такой большой можно и 200 замерить посмотрим что будет так ну что это больше минуты так пошла какая-то ерунда похоже там жиклёр попала старинка потому что уже минута 20 никак это не может быть тот жиклёр который у меня стоит да сейчас посмотрим это дело так что-то там не так так давно не пользовался я этой приспособой я наверное сейчас немножко промою вот тут может быть много всякого шлака видно там ну короче туда попала какая-то дурня надо её достать сейчас а то тоже с этим надо быть внимательным потому что можно намерить не знаю что это ну короче эксперимент нам испортило так заливаем по новой так есть сейчас еще перемирю метр не помню по какой метке уже последний раз настраивал карбюратор по ней наверно чуть ли не год назад понятно что ты даже не сметка лучше заливаем до метра это два литра веточка доливаем чуть больше на 100 миллилитров примерно так получилось мы стартуем 2 литра 100 миллилитров заканчиваем литр 900 миллилитров получается что средний уровень держится примерно 2 литра на уровне метра входит так так есть стравливаем воздух все значит пошел кстати можно обратить внимание тогда вот струя даже было неровно как бы видно было что сейчас идет ровная струйка так 32 секунды 35 намеряем на 200 сейчас стоп 52 что-то мне пальцы 52 секунды смотрим на результаты то есть 52 то что-то между было 110 и 112 с половиной ну скорее всего это был 110 раз точен 107 с половиной до 110 так теперь так как этого было мало мы берем жиклеры жиклеры с большей пропускной способностью поэтому берем просто обычные но то чем их обычным шабером как я показывал который делается из сверла и собственно ну и собственно все потом меряется на такой на пробивочном стенде и определяется его пропускная способность так берем какой-то жиклер на нем написано 95 но здесь он уже был подточен еще в том году 95 сейчас померяем чем из себя представляет всем с половиной положим тут всем с половиной положим тут и старт по-моему это где-то 115 было мы посмотрим 48 секунд у нас 115 течет 17 половиной течет 47 секунд ну и так для двухсотого так ну что там половина прошла 44 120 ну что у нас есть 120 еще есть какой то что поступим по трешничку нальем нормально на бензинчик или сделаем неграмотно так и у нас еще жиклер 102 и 5 на котором написано 102 и 5 естественно тут не 102 и 5 давно уже это по моему у нас какой-то в кроме того потому что так поднял как так как 26 секунд 46,55 ну вот где-то где-то он тут 118 примерно, то есть он чуть меньше того, что был перед этим я думаю, это как раз то, что нужно на 7 позиций больше приведу для того, что стоял сейчас мы его вкрутим а за нём пару раз нормальненько может разгон до сотки замеряем посмотрим, как машина поедет накину сейчас вот так кастрюльку чтоб он болталась и, наверное, заберусь и немножечко газону посмотрим, как вообще реакции на газ в принципе как она себя чувствует как раскручивается двигатель но потом соберу полностью и проедемся все все д надо ехать пробовать так как-то не ясно вообще ничего ну ладно а